Александр Лукашенко 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 Предугледжена не только для руководителя страны, но и его семьи. Чтобы добраться, быть президентными сынами. И привилегия имеешь, и половину света увидишь, и посаду можно отримать. Такая у нас выгодовалась господарственная система. Структура у нее очень простая. Вертикальная. Это больше за 2000 долларов на каждого, не полногодого же хора. Пускай любой работник соцзащиты представит себя на моем месте, на месте любого инвалида. Человек складается с множества вельми неподобных одна до одной часток. Гэтое множество, коли усе добро працюе як одиное. Гэто система. Народжается, растеет, меняется. Але в системе застается увесь час нечто одно. Структура, что робит ее самотоясне. У господарцы тое самое. Распад структуры гэна прысут господарцы. Поговорим об гэнэму рубрыцы «Шалёные гроши». Старожитные мудрыцы казали, что першую прикметую неполадок у системы з'являюцца тое, что з'нешняя перестаея днацца знутрыным. Як человеку хворому. И есть ему не хочется, и поветра не хапая. У господарцы малой и великой гэна экспорт и импорт, заробки и покупки. Мы продали у минулым годзе за 11 месяцев на 30 миллиардов доляров. Найлепий продается тое, что нетры земли дают, и тое, что мы с нафты да газу вырабляем. Технику продаем таксама, чвердзея, военная. Есть покупники и населянскую продукцию. Алеш, перш чем мне, чтобы продать, яго треба заробить, вырабить. А на тое потребны сыровина да энергия. А их никто даром не дае. Глядзите на импорт. Алеш, вот дело. И минеральные сыровины, и железе розного купляем на большие суммы, чем продаем. На першый погляд, не зрозумело навэт, кому гэна выгадна. Не вельми зрозумело и тое, чому стольки харчо у ды сельско-господарчей сыровины завозим. Хотя голландцы таксама, тольки они на 60 миллиардов завозять и на 90 миллиардов доляров вывозять. И у них гэных экспортеров, як на собаку скочек, и фермы, и фермы малые. Ферма-экспортер середняя – 20 гектаров. Ферма – малое предприемство. Их там таких 65%. У нас на дворот централизация. И выглядая, например, на так, что 300 предприемствов дают 95% экспорта. 50 предприемствов – 75% экспорта, а 15 наибуйнейших – половину. И гэта ўсё подтримливаецца тут и умацовываецца за одной простой прычыны. Прычыны ўсім вядомай и ведовочны. Советскими методами керовать наипростей невеликой колькостю персонально отданных, персонально отказных, а головная вельми моцна залежных ад улады людей. Паспробуйте-ка припомнить, на якім флагмане за пошні 25 год не было криминальных справов и посадок начальства. Ну а тоя, што сальдо с бульдом ў знішнім гандле не сходяться, той бяды можна ж пазычыць ў кого, абоя з некім домовіцца. Хто пазычыў і домовіўся, той і герой. Такая ў нас выбудывалася гаспадарчыя сістэма. Структура ў яя вельми простая – вертыкаль. Тая вертыкаль, кого хочеш можа ў бараній рог скручыць. Яшчэяна можа пра сябе паклопачыцца, а больша она нічога не можа. Да і навошта, вам жа і так хороша. На початок лютого державны доў в Беларусі склаў 45 мільярдов 100 мільйонов беларускіх рублёў. Гэта тое, што Беларусь вінае ізамежным крэдыторам і сваім резідэнтам. Те крэдыты, які на сёдня ўже взяты, яны кладуцца цяжким грузам на плечі ўсіх грамадзян Беларусі. Гэта більш за 2000 доля ровно кожна ганалат неповнагадова жихара. Калі ўрад більш тратіць, чым зарабляе, яму доводзіцца нечым пакрываць недахоў сродкаў. Беларусь брала крэдыты на самы розныў мэтэ, ка патрымаць фінансавыў стабільнаць, валютны курс для інвістыццаў ў реальны сектор еканомікі, на развіцё інфраструктуры. У гэтым годзі Беларусь плануў вярнуць 3,5 мільярды доларав, з яких адзін мільярд гэта доў па адсотках за карыстаня крэдытамі. Правительство планируе ёжыгодна четверть выплат делаць із собственных средств, а 75% рефінансіроваць, т.е. брать новые, штоб пагашаць старые. Давайте ўявім, што Беларусь адыкнулася с праблемаю ў адрымані новага крэдыту, а старые даўи выплатіць трэба. Это будет означать, што надо больше забрать із бюджета на возврат долгов, і тогда із этого бюджета кому-то што-то не додать. Можыць бэть, не додать какім-то неэффективным предприятиям, а можыць бэть, не додать зарплаты бюджетникам. Замежныў долг Беларусі пазыкі ў інших краінаў на пачатак года складаў бэш за 17 мільярдов доларав. Бэш за ўсёв узяли ў Расеў, а мальпалаву ад ўсяго замежнаўа долгу. Китаю винэ каля 20 отцоткаў ад сумы, а маль столькі ж, колькі межнародным фінансовым організаціям. Долг ператрымальникамі ёуроаблигацыў складаў каля 12 отцоткаў. С одной стороны, считаецца критичным, када госдолг достигает примерно 60% ВВП. Но с другой стороны, хорошо, када долг, который есть практически у всех стран, и его рост сопровождается ростом ВВП. У нас же получается, што госдолг растёт, а ВВП практически астаётся на одном уровне. У лютым дзержавныў долг Беларусі склаў 33 отцоткі давалавага ўнутранага продукт ўкраины. Ва ўкраине, паводлі звестак их Минфіна, гэтай паказнік складаў каля 50 отцоткаў. У Эстонії ў районе 8 отцоткаў. Гэта наўлепшы паказнік сярод ёурапейскіх краінаў. А вось ў Греці, Італиў, Португаліў дзержавныў долг перавышаў 100 отцоткаў адносно ВВП. Брать у долг – гэта сусветнаў практика. Эксперты кажуть, што завсёды знайдзіца ў кого пазычыць. А тогда никакой паніки, никакого кризеса. Инвесторы іщут, куда бы пристроить свои деньги. И для развивающихся стран, таких, как Беларусь, ставки могут падаць. Сродкі на выплату адсоткаў ідуць з рэспабліканскага бюджетаў, які фармуцца ў тым ліку з падаткаў. Уявіте, кожны дзясята рубелец бюджет ўкраины паўдзіні на адукаціў, медыцыну, абу паляпшэні інфраструктуры, а будзі пералічаны тым, кому Беларусь завіноватілася. Дзянісу 31. Ён мае трэцю групу інваліднасті. 11 гадуў таму ён уладкаваўся працаваў дворнікам. А крамя зарплаты, адрымляў соціяльну пенсію. А недавна доведаўся, дзяржава на ім зэканоміла. Паводлі законодавства, Дзяніс маў права адрымляўать не соціяльну, а працавную пенсію. К работе я приступаю в 6.30. В мою абязанасці входит соблюдаць чистоту. Згодны з беларускім законодавством, людзі з інваліднастю адрымляўаў соціяльну пенсію. Аля калі такі людзі працуюць, пасля года стажу яны можуть разлишваць на працавную пенсію. Дзянісу чыновнікі прагэта не сказали. Пра свае правы ён даведаўся выпадкова ад знайомай. І заміс 173 рублів стаў отрымливаў 214. Тобук на 41 рубль більш, що місяць. Несложно считать, но я попробувал как-то по своім подсчетам разделить, допустим, эти 40 рублів на 2, допустим. Там, хотя динаминація была, там все менялась, я не знаю. Но я примерно прикинул, там, може, 1000 долларов є, може, 700 долларов. В любом случае, я отправил сейчас запрос в управління соцзащиты с просьбой пересчитать мне суму денег, которую я потерял. Али пералишвать гроші адмовіліся, мауляў, раслумачвать правы Дзянісу ніхто не обавязаны. Даведаўся пра их сам, отрымай працовную пенсію. Не ведаеш, отрымливай соціяльну і прапера разлик не думай. Толькі як чалавеку дазнацца пра тое, што яму належыць, калі наватнікаторую работнікі Міністерства праце і соціяльной абароны, некомпітентны ў гэтым пытані. У нас нет такого панятия «трудовая пенсія». То есть, когда вам исполнится 60 с чем-то лет, вы сможете перейти с пенсії по інвалідності на пенсію по возрасту. Никакой другой пенсії вам не положено. Але гэта не прауда. Працовная пенсію в Беларусі існуюць. Яны, згодна законодавством, Могуть налішиваць оповодли у взросту або інвалідності. Усувізі со стратой кормітіля, за выслугу годів, а так само за особливі заслугі перед республікай. Даже люди, які з пострадавших откликнулись, які також потеряли діньки, як я, Говорят, що позвонили в соцзащіту, спрашивають, Или пошли, наприклад, переводиться на трудовую пенсію. А у них спрашують, а що така, є даже трудовая по інвалідності. Дяніс Єркоў праславівся яше у Кастрышніку минулого года. Тады абменскім дворніку распавіли шмат які медиі. Інформаційная нагода злість, а дворнік створаў целая композиція. Цепір сродкі масової інформація так само не пакінули без уваги боротьбу Дяніса за страшеная гроші. А Дянісу стали писаць беларусы, які трапіли ў аналогічную ситуацію. Дворнік наводстварю пітицію з падзеве, що у лады ўсё ж зробять переразлик пенсії, ді падшнуть оповішать людей об їхніх правах. Пускай любой работник соцзащиты представить себя на моєм місці, на місці любого інвалида, і когда он, отработав много лет, узнає о том, що имел давно право перейти на трудовую пенсію, і зарабатывать гораздо більше денег от государства заслуженних денег. Дзяніс Юркоў каже, що змагаецца не толькі за свае страченая гроші, але і за правы астатніх інвалідаў отрымліваць сродкі ў адповіднаці з законами країны. Дарэча, ягонай актынуць ўжо мела плён. Працівнікі службоў соціяльной обароны нарешті стали оповішаць людзей об їхніх правах, рассылаючы листы. Необходимо более чёткое правовое регулировання ст. 75 закона о пенсіонном обеспечении, щоб там було более чётко прописано, регламентировано, яким образом це інформування осуществляється, для того, щоб не було вот цих конфліктних ситуацій. Пакульшта, шиновники трактують законы на свою корысть. Суд Дзяніс проіграв, але має намер абскардити рішення і іще позмагацца за пероразлик пенсії. Система беларуська пенсіонна построена таким образом, що її расчёт крайне затруднён і запутан. Даже технічно, ми встречаємо достатньо часто, коли проходять перерасчёты, тому що знаходяться ошибки і т.д. Сгодно з озвістками Министерства праці і соціяльной оборони, різні види пенсії у Беларусі отримливають більш за 2,5 мільйона чоловік. Колькі з їх сутыкнулися з проблемами на лечення і пероразлику, прызначаных дзяржавай выплатав, не павідамляюць. Калі на місцах пытання аб справедливым забезпечэні пенсіями не развязываецца, трэба звернуцца ў суд і змагацца за свае правы, хаця б дзеля таго, каб прытягнуць увагу да праблемаў, які існуюць ў дзяржаве. Дякую за перегляд!